Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем YouTube-канале. Сегодня уже 19 сентября 2022 года. Уже заканчивается седьмой месяц агрессивной, геноцидной, террористической агрессии Российской Федерации, Беларуси против Украины. Рассмотрим основные ситуации, которые сейчас складываются для миллионов граждан Украины в связи с этой продолжающейся и не имеющей конца войной против нашего народа и государства. Итак, первое. Будем использовать с вами модель стратегического управления. Я вам не раз про эту науку рассказывал. Думаю, под углом зрения и в рамках этой науки лучше всего рассматривать ситуацию для каждого гражданина Украины, которая сегодня существует. Итак, посмотрим на угрозы. Потому что самое главное это угрозы, да? То есть, это одна из самых таких важнейших точек на сегодняшний день для любого гражданина. То ли он живет на востоке, то ли на севере, то ли на юге страны, то ли на западе. Итак, первое, что надо сказать, это, я думаю, очень важно будет для нас, это, какие есть еще инструменты у этого кремлевского диктатора Путина, чтобы нанести ущерб Украине. В военном плане он в состоянии уже что-то сделать? Практически нет. Уже и Соединенные Штаты, и разные руководства, и военные, и аналитические центры, и Великобритании, то же самое. Все признают, что стратегическая инициатива на фронтах на сегодняшний день, на конец седьмого месяца вторжения, она, по сути, перешла к вооруженным силам Украины и к нашему генеральному штабу и руководству военному. То есть они нигде не могут добиться после Харьковского поражения, и по сути это было просто бегство, это было массовое бегство. Поэтому, когда там некоторые говорят, там блогеры, типа, что это был договорняк, договорняка не было. Там, ну, есть некоторый один момент, есть момент, я вам про него говорил, это то, что с самого начала говорил, что генералы руководства армии, генеральный штаб армии, генералы на фронтах, они резко негативно уже относятся к Путину, к этой кагибистской его своре, к руководству национальной гвардии, к этому, этому самому, так называемому, Рамзану Кадырову. То есть есть очень такой серьезный процесс отторжения вот этих со стороны армии, вот этих, скажем так, охранно-карательных органов. Армия этого не приемлет, и она, ну, плюс конфликт еще один очень серьезный наметился, ну, он существует, не наметился, скажем так. Он нарастает, это то, что существует огромное, ну, уже противостояние между, так называемой, вот этой частной военной компанией Вагнера, вот этим Пригожиным, и, ну, он рецидивист, то есть он реальный бандит-разбойник, ну, то есть с многолетним стажем от ситки еще в советское время. Поэтому, понятное дело, что, как бы, ну, это ниже вообще любых пороговых возможностей отношений для генералитета общения, ну, с ворами, убийцами. И то, что эти воры, причем, там, скажем так, сидящие даже за убийство, разбой, они сегодня вооружаются и направляются на фронт с Украиной, ну, для генералов, для армейских офицеров это просто катастрофа. То есть их практически соединяют с зэками, представляете, это для профессиональных военных, это полный облом, это такой уровень, я думаю, это конфликт, это неприятие будет, будут большие столкновения. Плюс, конечно, наличие вот этих групп кадыровцев, которые выполняют функции заградотрядов для армейских подразделений регулярных, чтобы они не могли отступать, это тоже колоссальное унижение. То есть вот это второе унижение, так, то есть мало того, что это как бы представители вот этого золотого, которого вообще никто не воспринимает в армии, так это еще хуже. Это, так сказать, представители Кадырова, чеченцы, против которых армия воевала в этой последней чеченской войне и потеряла очень много российской армии, офицеров и этого младшего воинского состава, командного и сержантского. То есть это колоссальное для них тоже унижение. Ну и если учесть, что уже не командует армия ни министр обороны, там какой-никакой Шейгу, да, и не генеральный штаб там во главе с этим Герасимом, а все в руках находится одного КГБста, ну капитана КГБ, завклубом в Дрездене, да, там, который сидел, агент Аштази, который там сидел, что он делал пиво, пил, там этих самых, так сказать, решал какие-то еще другие свои, так сказать, половые вопросы, ну и все, больше ничем не занимался, представляете, и он сегодня эти генералы напрямую должны ему рассказывать на те с фронта, которые, да, что они делают, как и планировать операции. То есть для них это вообще какое-то безумие. Вот исходя из вот этого всего, можно говорить, что я так понимаю, что генеральный штаб и руководящий генерал, и на фронтах, и в Ставке, они начинают занимать такую позицию, ну ребята, давайте покажите на что вы способны. То есть они не хотят драться для, с точки зрения, то есть у них исчезла мотивация, какой смысл, они не видят смысла в том, чтобы жертвовать своими жизнями, солдат жертвовать, техника и так далее. То есть как только складывается ситуация потенциального их окружения и уничтожения, это Харьковская операция показала, они выбирают для себя очень простую альтернативу, что надо быстренько эту технику нафиг можно и бросить, главное спасти свои жизни и подразделения. Вот, собственно, такая теперь преобладает линия, и она будет усиливаться, она будет усиливаться, и я думаю, мы ее скоро увидим в Херсонском котле, потому что, ну по сути, там те, которые находятся, сколько там, мы не знаем их точно, ну приблизительно до 20 тысяч, да, больше я не думаю, что там их уже есть, ну до 20 тысяч. Вот у них вообще никакой перспективы нету на правом берегу Днепра, вокруг Херсонской, ну вот в этом куске Херсонской области, мешок затягивается и все время по чуть-чуть сжимается, сжимается, сжимается. Погода ухудшается, солнце все меньше, температура все холоднее, стремится к минус 0 лететь, да, вода все холоднее в Днепре, продуктов все меньше, все тяжелее поставлять вооружение и прочее всего, ну надо постоянно, и боеприпасы, и вооружение, и еду, и горюче-смазочные материалы, и обмундирование, ну все, это огромный-огромный комплекс. Как это все можно обеспечить? Как? Переправ нет. Да, есть там понтоны немножко, есть баржи, но уже практически украинские вооруженные силы, уже почти все пространство взяли под контроль огневую, уже простреляли, везде есть деточки возможного перехода, возможного перехода и попыток, и будут, я думаю, будут просто, сейчас подойдут новые порции снарядов, Каммерсон, там эти все другие управляемые снаряды и так далее, и так далее, то есть по сути никаких поставок в этот котел не будет. И тут становится вопрос, ради чего им, собственно, стоять там, что они должны эти люди отстаивать там в этом котле. Эти офицеры, рядовой, сержантский состав, ну и там же есть и по высшей чинам, то есть для них вообще мотивация любая исчезает, потому что они, их никто не выпустит, никаких зеленых коридоров не будет, никаких там программ куда-то обмена, вывоза не будет. То есть есть у них две альтернативы, или сдаться сейчас в плен, еще более-менее, как говорится, еще есть такие у них, как бы хоть какие-то предпосылки, более-менее какого-то выживания. Или они должны быть уничтожены, фрагментированы, все, больше ничего нету. Или это, или это. Причем, чем больше они будут упираться, тем хуже для них будут условия плена. Поэтому сдаваться им надо до начала октября, это 200%, я так считаю, ну если рационально мыслить. Потому что никакой у них вообще перспективы вообще не существует. И если их дурят, что им кто-то придет на помощь, что их кто-то освободит, что им это, что будет прорыв, это бред, конечно. Если не было никакой помощи в Харьковской области, нет уже никакой помощи, там уже идет наступление на Луганскую область украинских войск, уже выход на российскую границу, под вопросом стоит удар по валуйкам Белгородской области, это мощнейший железнодорожный узел, если он будет полностью нейтрализован, то поставки фактически в Луганско-Донецкий регион, захваченные сегодня в Лугандонию, по сути будут прерваны. То есть там будет, практически там будет тот же ситуация того же Котлашу в Херсонской области. Поэтому кто им будет помогать? То есть им уже никто помочь не может. Запорожский фронт, ну он очень, они сами там, как говорится, не до жиру быть бы живу. То есть по сути уже все, уже вот этот котел, мешок, его все время затягивают, затягивают, стягивают мешок этот, стягивают, уплотняют, их просто перебьют там, просто их перебьют. И никто их там жалеет, особенно когда пойдут массовые, там еще чуть-чуть приблизиться к Херсону, и в Херсон начнут массово заходить наши диверсионные группы, вот, хорошо подготовленные. Они просто будут их вырезать по ночам, просто будут вырезать. Поэтому лучше сдаться, так, логично, вот, армейцам, контрактникам, профессиональным солдатам, офицерам, им просто надо сдаться и все. И они тогда себе хотя бы обеспечат, ну, как это, физическое будущее. Вот я бы так сказал. Я думаю, это чрезвычайно важно для нас. Следующий элемент колоссальной важности, я думаю, который мы должны учитывать, это что, то есть в этих условиях, что Путин может сделать. То есть он терпит поражение, да, тогда он что должен делать? Он должен попытаться найти точки, где нанести удары, то есть где будут нанесены удары. Вот про это давайте мы поговорим чуть позже.